Пожароопасный период набирает обороты. Профильные службы вынуждены работать в режиме повышенной готовности. Одна из главных причин возникновения возгорания – весенний пал травы. Несмотря на многочисленные предупреждения от МЧС и экологов, некоторые граждане продолжают поджигать сухую траву, а потом не могут усмирить разбушевавшееся пламя. Комитет лесного хозяйства Московской области предупреждает о третьем классе пожарной опасности на территории региона. С наступлением теплой погоды люди все чаще проводят время на природе. Дачники приводят в порядок придомовую территорию, убирают и жгут прошлогоднюю листву, готовят шашлыки. Причина каждого третьего пожара – неосторожное обращение с огнем. На 14 апреля 2022 года было осуществлено ни одного выезда на тушение травы. В этом году уже 28 раз выезжали. Люди вместо того, чтобы осуществлять уборку территории своевременно по осени, не сжигая траву, а просто ее утилизируя, складывая в определенные точки, оставляют на весну, весной поджигают. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Люберцы регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей. С 1 марта в России вступили в силу поправки в правила противопожарного режима. Они устанавливают новые требования к размещению мангалов и сжиганию мусора на участках. Минимальное расстояние открытого огня до построек уменьшилось и составляет 15 метров. В случае разведения огня в закрытых емкостях, металлических бочках, допускается разведение огня на расстоянии не менее 7,5 метров от строения. Мангал теперь разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от любых построек. Нарушителей привлекают к административной ответственности и обязуют оплатить штраф в размере от 5 до 400 тысяч рублей. Госинспекторы напоминают, в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесохраны или по телефону 112.